Мы отмечаем 225-летие со дня рождения Пушкина, поэтому мы делаем конкурс Пушкин плюс Брикс. Таким образом мы будем популяризировать русский язык и русскую культуру, русскую идею, русскую душу. Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для нас очень важно быть и услышанными, и услышать другого. Дорогие участники, мы очень ждем ваших заявок для того, чтобы мы могли транслировать ваш талант во всем мире. Конкурс Пушкин мы проводим в этом году уже в третий раз. Впервые, когда мы стали делать этот конкурс совместно с нашими международными партнерами, мы сформировали два модуля. Конкурс чтецов, только исполняющий стихи Пушкина, и конкурс оперных певцов на русском языке, исполняющий музыку на стихи Пушкина. Во второй раз мы готовили конкурс, который будет включать и стихи Пушкина, и прозу современных писателей, поэтов на русском языке и на китайском языке. И, наконец, в этом году мы отмечаем 225-летие со дня рождения Пушкина. И, естественно, мы хотим сделать этот конкурс еще интереснее для наших участников. Поэтому мы делаем конкурс Пушкин плюс БРИКС. Мы рассчитываем на то, что будет создана образовательная программа по русскому языку для стран БРИКС. И мы создадим такой образовательный модуль, который позволит лучше узнать эти программы на русском языке. Что вообще происходит в образовательной парадигме. Мы найдем своего нового зрителя, слушателя, и таким образом мы будем популяризировать русский язык и русскую культуру, русскую идею, русскую душу. В последние годы русский язык набирает очень большую популярность в Китае. И в конкурсе Пушкин подали огромное количество заявок участников именно из Китая. По тому, как откликнулись китайские участники на участие в этом конкурсе, о том, как они подготовились, какие выступления, какие сложные произведения брали. Мы можем сделать вывод о том, что российско-китайские отношения, они переходят на новый этап. И китайцы, они активно изучают русский язык. Мы видим по тому, как здорово они рассказали выбранные произведения на русском языке. Какое большое количество заявок мы получили от китайских участников. Можно с уверенностью сказать, что в Китае конкурс Пушкин имеет большое будущее. И мне кажется, что он может проводиться на регулярной основе ежегодно и собирать огромное количество фанатов русского языка, русской культуры из Китая. В этом году мы еще отмечаем год культурного сотрудничества России и Китая. Поэтому этот конкурс приобретает еще определенную дипломатическую составляющую. У нас есть несколько критериев оценки выступления участников конкурса. Первый главный критерий – это артистизм. Человек должен выйти и артистично провести свое выступление. Это важно. Второй также важный критерий – это качество, четкость произношения. То есть здесь мы проводим оценку чисто по аудио, не по внешней картинке, а мы слушаем, насколько хорошее произношение у участника. Я сейчас говорю про китайских участников, про иностранных участников, потому что русский язык – это не родной язык для них. Для китайских участников есть очень большая сложность в плане произношения, потому что если мы знаем особенность китайского языка, у них нет буквы «р» в китайском языке, этот звук для них дается очень сложно. А третий критерий – это сложность выбранного произведения, потому что мы понимаем, да, можно взять короткое и несложное произведение, можно взять длинное произведение. И участники, которые подают заявки, они еще отличаются по своему возрасту. То есть у нас есть и молодые участники, есть те, кто учили русский язык не так давно. Но жюри тоже принимает это во внимание. Есть участники постарше, есть те участники, которые занимаются русским языком профессионально уже на протяжении нескольких лет. Есть те участники, которые когда-то обучались в России, приехали обратно в Китай. То есть жюри оценивает выступление каждого участника, принимая во внимание те моменты, которые связаны именно с особенностями местонахождения и опыта, и возраста самого участника. В жюри нашего конкурса входят эксперты. Я сейчас хотела бы сказать, что у нас есть ротация всегда членов жюри. Это связано и с загруженностью наших уважаемых экспертов. Например, для первого конкурса Пушкин среди наших членов жюри был господин Лю Вин Фэй. Это очень уважаемый эксперт, который перевел Пушкина на китайский язык. И он имел честь получить из рук Владимира Владимировича Путина награду за это достижение. Затем ректор Университета русского языка имени Пушкина также был в составе нашего экспертного совета. Мы в тесном контакте сотрудничали с Лаушей Бай Сэхун. Это очень уважаемый эксперт по российско-китайским культурным отношениям. Были потрясающие специалисты по музыкальной части. Мы работаем с лучшими экспертами и всегда радуемся, когда у нас такая дружеская коммуникация. А теперь мы надеемся, что мы найдем наших единомышленников в рамках сотрудничества стран БРИКС. И, конечно, мы сейчас готовим техническую часть этого конкурса. Это тоже требует дополнительной проработки. И надеемся на запуск этого проекта уже весной. Принять участие в конкурсе может любой желающий. Сам конкурс проходит в онлайн формате. Участнику нужно выбрать произведение, которое он будет читать на камеру, подготовить, выучить его наизусть. Либо подготовить чтение с листа, выразительное чтение. Нужно будет выбрать красивое место. То есть у нас есть еще один критерий оценки. Это как внешне выглядит само видео, чтобы видео было записано в горизонтальном формате, чтобы был хороший свет. То есть это техническая сторона вопроса, но она тоже влияет на результаты конкурса. Участник записывает видео, выбирает произведение, готовится, записывает видео и отправляет это видео, кликает на сайте по определенной ссылке, куда можно будет загрузить это видео и подать свою заявку на участие. Также мы рады, что наш партнер радиометра 102.4 FM подключается к этому, можно так сказать, флешмобу русской культуры. И те гости, которые будут приходить на эфир, они также будут иметь возможность представить свои любимые стихи и прочитать это на любом языке даже стран БРИКС. То есть если будут такие желающие, кто сможет прочитать на хинди Пушкина или действительно на китайском, понятно, или на арабском языке, мы, естественно, хотели бы это транслировать миру. Бывает такое состояние, когда ты создаешь вот что-то абсолютно новое. Вот здесь этот конкурс Пушкин, это конкурс, как будто мы создаем язык коммуникации. Для нас очень важно быть и услышанными, и услышать другого. Поэтому этот конкурс — это дипломатический проект. Это проект, который позиционирует нашу культуру. Нашу культуру и на русском языке, и на других языках стран БРИКС. У нас для певцов была возможность проведения концертов, потому что самое важное для певца — это выступать на сценах. У нас был партнер «Культурный центр» Елены Образцовой по этому конкурсу. И, естественно, мы готовили для наших лауреатов программы. И также у нас есть партнер «Музыка нашего времени». И участники, например, на китайском языке, которые исполняли музыку, они имели возможность потом выступать на очень хороших площадках в Москве. Что касается тех экспертов, которые стали нашими лауреатами из категории чтецы, мы, конечно, их премировали всегда сертификатами на изучение русского языка. То есть мы всегда поддерживали их интерес по русскому языку. А тех, кто читал на китайском языке, совместно с нашими партнерами, онлайн-школой Чинап, мы дарили им сертификаты на изучение китайского языка. То есть мы всегда поддерживали именно образовательные взаимоотношения, чтобы благодаря нашему конкурсу участник мог как-то вырасти. Я считаю, что будущее за умением выражать свои интересы на любом языке. Именно выражать интересы свои, своей семьи и своей страны. На русском языке, на арабском языке, на китайском языке. Мы должны уметь общаться. Понимаете, здесь нет такой вот единственно верной формулы. Но главное — это уметь слышать, уметь читать между срок и уметь, естественно, думать на разных языках. Думать на языке твоего собеседника, твоего партнёра и доносить эти смыслы своим детям, потому что за ними будущее. И мы очень хотим, чтобы та молодёжь, которая сейчас учит русский язык, она слышала, выражала свои мысли и несла эту культуру. Пушкин плюс Брикс. У нас действительно есть проект, который мы сейчас реализуем. Этот проект приурочен к перекрёстному году культуры России и Китая. Он называется «Гимн дружбы России и Китай», который мы написали в сотрудничестве с замечательным общественным деятелем, руководителем программы «СНГ плюс Мир» Анастасией Павловой на её стихи. Был написан гимн «Дружбы России и Китая». Анастасия перевела гимн на китайский язык. И сейчас мы готовим с партнёрами флешмоб, чтобы к этому гимну присоединялись различные участники. Мы неоднократно, много лет делали видео, объединяли детей, взрослых, которые исполняли песню «День Победы» из разных городов, из городов воинской славы, в Китае, в других странах, в Белоруссии. То есть мы делаем такие акции, мы создаём смыслы. И, конечно, вот был Ганас очень важным этапом создать по-настоящему патетический, в лучших традициях симфонической музыки, гимн «Дружбы России и Китая» именно в этом году. И мы надеемся, что этот гимн будет жить своей жизнью, у него уже есть своя история. Одним из наших ключевых партнёров в этом проекте является учебный центр русского языка МГУ. Мы расширяем наше сотрудничество, и в рамках этого конкурса «Пушкин плюс Брикс» к нам присоединяются замечательные партнёры. Калейдоскоп ТВ, радиометра 102.4 FM Санкт-Петербург, другие наши партнёры, которые работают в Китае, в других странах Брикс. Также мы сотрудничаем с всероссийскими общественными организациями, в частности с Российско-Азиатским союзом промышленников и предпринимателей. Мы сотрудничаем уже очень много лет. Чем отличаются ещё наши конкурсы? Что все участники, все, абсолютно все участники, имели возможность получить свой диплом. Мы готовили бесплатно для каждого участника и для педагогов, кто подготовил, и для концертмейстеров дипломы, о том, что они принимали участие в этом проекте. На самом деле это очень важно. Статус международного конкурса даёт для учителей преференции. Мы, конечно, очень надеемся, что в этом году, благодаря сотрудничеству с образовательными учреждениями БРИКС, наше взаимодействие расширится. Дорогие участники, мы очень ждём ваших заявок, мы очень ждём вашего участия на конкурсе «Пушкин». И мы надеемся получить огромное количество прекрасных, качественно исполненных видео для того, чтобы мы могли транслировать ваш талант во всём мире. И показать всему миру ваши видео, ваши выступления. Да, мы благодарим «Калейдоскоп ТВ» за сотрудничество, мы благодарим всех наших медийных партнёров для того, чтобы мы могли делать это вместе успешно и на долгие годы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!